здравствуйте 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 всем 17 июня 2016 года канал артподготовка программ плохие новости я вячеслав мальц со мной студии валерий сергей у нас прямой эфир вещаем из саратов с волги из россии до новой исторической эпохи осталось 505 дней вот там какие-то письма все там был у вас ну давайте тогда вот тут хунту тоже все приветствуют я тоже всю хунту приветствую от души вот из всяких мест дальних тут вот про любимый город пишут волчий от всей души все всех из этого города приветствую тут собственно все из одного города собрать из далекого из далекого одного города перед пость передать привет кости кобылянскому говорят что у нас всегда смотрит привет кости гости привет да и тут некая полемика возникла по поводу того что мы вчера говорили по поводу маннергейма вот и хотят узнать твое мнение насчет советско-финкского конфликта ну вообще этой войны ну советско-финский конфликт безусловно так сказать в его она даже и коммунисты это не скрывали в его основе лежала громадное желание сделать финляндию коммунистической да то есть продолжение так сказать развитие революции куда-то на территории но почему-то в сталины и все остальные они считали что финляндия готова чтобы стать коммунистической державой формальный повод мы знаем что отодвинуть границы от ленинграда но финны не угрожали ленинград в тот момент поэтому ну если рассматривать вторую мировую войну вот с этих позиций с позиции кто вина кто виноват то конечно в финском конфликте конфликте вот в этом виноват сталин безусловно то есть финнов объем в чем можно обвинить финн но в том что они стрельнули куда-то через границу да потом какой-то дедушка оленевод нашел там на этой мини да там какую-то фит финскую надпись и там при привезли показать видите вот они там стреляли ну часто это понятно что это провокации по этому пути пошел гитлер когда развязал польский конфликт причины и повод это в общем-то разные вещи поэтому причина была конечно здесь ее нужно был советском союзе искать такой вопрос прислали хотелось бы чтобы вячеслав в эфире подробно рассказал зачем ему нужен депутатский мандат мы будем агитировать за барнас или за мальцева нет мы будем агитировать за мальцева безусловно мы будем агитировать за идею 5 11 мы будем агитировать то есть делить народ на две части зачем мне не нужен мандат вообще наплевать на мандат мне нужны выборы для того чтобы я совершенно официально мог поделить народ на две части на тех кто за путина и тех кто против путина есть так совпало что те кто против путина за мальцева ну слава богу и вы должны объяснять даже если вы не за мальцева даже вы его ненавидите этого мальцева но если вы против путина то надо голосовать за мальцева на самом деле нет никаких партий не коммунистов ни анонистов там никаких лдп ршных никого там нет там есть только те кто за путина идти кто против него все как они называются пофигу да то есть там могут определенные люди декларировать мы там против путина но вот там наша партия да на клин вы нам свои партии нужны на вот что нужно сделать это главная наша задача выкатиться и мы об этом говорили когда регистрировался я в пар нас что это главная задача для меня нет цели получить депутатский мандат хотя у меня есть громадная цель максимальное количество набрать голосов за пар нас потому что это будет показатель ненависти к путина и все то есть это будет первый этап если ну предположим невероятная вещь ну предположим 90 процентов проголосовала за пар нас что будет ты думаешь дум что собирается ничего не будет на следующий день путиных никаких нибудь никого здесь уже не будет чем мы на следующий день возьмем власть просто вот в ночь на это если мы будем видеть 90 процентную поддержку народа мы дождать 5 11 не будем вот что нам нужно жилом доме в мурманске произошел взрыв газа ну классика такая вот продолжается хлопок произошел в первом подъезде так это уже даже описывается красиво шестиэтажный дом ну я так понимаю что хрущевка да ночью вот так вот все продолжается как мы и говорили и чем дальше тем хуже потому что никто газовое оборудование ремонтировать не будет ну а нафиг как нужен кому это нужно то есть деньги за газ просто крадутся как и и все остальные деньги и чем дальше туда мы с этим идем тем все будет хуже и хуже в татарии подросток погиб спасая тонущего 9-летнего мальчика страшный случай 14-летний мальчик бросился 9-летнего спасать ну и тот его естественно утопило и когда взрослые кинулись то вот 9-летнего вытащили а 14-летнего нет смелый ребенок и вот как-то да такая селекция у нас происходит что лучшие погибают даже в таких мелочах вроде как спасение на воде подмосковье пять человек пропали без вести при пожаре ну вот все на этой фабрике я так понимаю все там потушили потушили кого-то нашли какие-то села кого-то не нашли пожарные погибли в общем то ну я так понимаю полный разбор всего будет завтра только известен эти пожары мы уже говорили на фабриках на всяких заводов которых осталось два с половиной они идут и будут продолжаться и в общем будут с человеческими жертвами вот пишет нам соратники так понимаю как раз тот который вчера писал волга мост начал выплату зарплаты вчера если помните мы говорили о том что там с марта не платить зарплату вот сейчас выплата зарплата началась в ростове вертолет мвд при падении повредил линию лэп да тут вот нам говорят что мы говорили про то что воздушные суда сейчас последнее время падают и линии высоковольтной электропередачи сносят только позавчера что ли когда мы там три дня назад сказали тут вот нас чуть ли не упрекают в том что мы сглазили ну нет конечно мы не сглазили просто ну так волна такая идет сметание лэп на западе москвы экскаватор упал в котлован при строительстве станции метро терешкова ну и этот же человек нас упрекает в том же самое что я сказал что падают экскаваторы там трактора в котлован и что это будет продолжаться но это волна идет я я не знаю почему это происходит как то церковник говорю да я не знаю почему у коровы растет хвост книзу я просто констатирую факт так и здесь волна началась но пока не закончится все это будет продолжаться и вот информационный мир боженька я не знаю кто дают людям возможность включить мозг понимаю что идут такие события быть предельно аккуратными именно вот в этом да ну почему не происходит это сын главы следственного комитета по волгоградской области насмерть сбил пешехода ну говорят что он совсем не виноват и что пешеход сам виноват и в мае месяц это было и он трезвый был и все такое прочее в общем то как в том анекдоте малчик виноват да вот ну что тут скажешь может он и не виноват но если бы простой человек сбил пешехода мы бы меньше его ненавидели чем сына главы следственного комитета того мы гораздо больше ненавидим потому что но мы естественно ненавидим весь следственный комитет его самого главного главу и тех глав которые поменьше уж мажориков то точно оттуда мы ненавидим недаром я говорю самый популярный твит был от когда в осетии украли руководитель следственного комитета какие-то пьяные и и я твит написал ну как взял эту новость и приписал там чё-чё сидишь допивай и пошли за бастрыкиным вот этот был самый популярный твит его там какой-то безумное количество раз твитнули причем следственный комитет официальных сайт мне что-то там какой-то фи выскать высказал я даже вынужден был послать их так вот в твиттере обычно я на такие вещи не реагирую а здесь я прямо это единоросс избил человека палкой да вот помнишь как хохол ограбил человека это единоросс избил человека палкой такая вот статья крик креативник так получилось какой-то депутат под орлом вот побил палкой человека и возбудили дело на очную ставку тащу в общем нормально посмотрим как будут развиваться события у нас тоже такие случаи были здесь в саратове почему-то очень любит палкой бить вот такие единороссы в татарстане главы не матерись не материшься просмотры падают нет просмотр не падают у нас динамика нормально вот дачу ты в татарстане глава городского суда бульмы с помощью гибдд наказал водителя который привез суд бабушку 90-летнего ветерана вов инвалида первой группы посмех на несколько минут занять его парковочное место ухода в здание ну я так понимаю что там между этим главой суда и водителем который привез бабушку разговор был этот оказался я так понимаю не на не в себе что лет глава суда он вызвал гаишников гаишники этого человека оштрафовали выписали штраф ему и вот что мне больше всего в этой истории не понравилось значит и слова вот этого самого человека которого оштрафовали к самим полицейским которые неофициально стали значит на его сторону у него нет претензий как у тебя нет претензий каким полицейским которые на какую сторону они встали слушай если они встали на твою сторону они послали нахер этого судью сколь слыша иди при помощи ног и все такое прочее не буду говорить что еще не должны были сказать но они этого не сказали они тебя оштрафовали ты встаешь на их сторону то есть ты ты к ним претензий не имеешь это к судье нет никаких претензий к нему не может быть претензий сказал ментам они все сделали какие к нему претензии он кто бог кто он он распоряжаться может ментами нет конечно поэтому все претензий к исполнителям и я на всякий случай говорю исполнителям которые будут думать что 5 после 5 11 они так скажут это вот к вове путину все претензии мы исполняли приказ не это ребята претензии будут к вам лично каждому так что вы смотрите насчет приказов исполнения вот таких приказов очень осторожно в лучшем случае просто можно постоять в стороне ну в лучшем случае можно вову вот таких этих послать подальше и вам это будет вам это зачтется а если поступить по другому он тоже зачтется в другую сторону поэтому не советую то есть мы не такие добрые как вот этот паренек который инвалиды первые группы привез у нас будут претензии очень серьезные в карелии рабочие перепутали адресы разобрали жилой дом но тут вот чё скажу ты их но с другой стороны я сам вспоминаю случай из своей жизни когда мы на улице яблочков с рук увидели старый дом такой брошенный совершил как ты пишет балетная школа большая балетная школа единственная кстати сарацкого у меня была супер бомба это нечто который взрывается по звуку гораздо сильнее чем гранаты ргд то есть звук страшнее просто ошеломляет вот когда взорвалась то есть очередной раз кидаешь эту бомбу и думаешь ну я уж к этому привык и очередной раз это ошеломляет думаешь блин вот это да китайское такое изделие у нас продавался в магазинах потом вдруг запретили такая хорошая штука у меня была супер бомба и я решил ее вы кинуть в окно вот вот этого пустого здания и мы уже там стали прикуривать фактически чтоб поджечь кинуть но там так хорошо и должно был бабахнуть красиво так весело но хулиганство чистейший конечно мелкой конечно ну чё тут а вот и и вот хорошо мы не успели кинуть потому что подошла толпа каких-то мигрантов которые начали налогового четко речать из-за всех окон вылезли их сотоварищи они окажется там живут человек 5 они там бомбарбея киргуду чё-то там сверху я тут понял что вот сейчас я туда кинула они там на тюфиках лежат это бомбанула бы так что вам не но поранить никого бы не поранил но признать как ошеломил бы их они подумали что фашист мальцев как где бы сми написали фашист мальцев кинул бомбу в мигрантов я подумал очень хорошо что они вовремя вывезли от дома на самом деле очень многострадальный там взрывался газ он три раза горел причем это когда взорвался газ он не горел то есть он еще помимо этого три раз загорел а перед тем как он последний раз загорел в него случайно въехал трактор трактор ехал тракторист уснул и трактор въехал в этот дороже очень хорошо что разобрали будет по по крайней мере обратиться в суд и потребует денег но дом этот не нужен точно то есть он такой но это как путин да то есть у него у него очень плохая судьба застаревший трикер как бедоносец число убитых боевиков дагестане увеличивалось до 10 вообще я сказал что сегодня что-то прояснится вообще ничего не прояснилось то есть вопросов больше чем ответов какая-то куча убитых боевиков кучу убитых там силовиков что произошло из-за чего все непонятно и в общем то я так понимаю информации нам точно никто не хочет давать ну значит позвоним нашему товарищу туда как свяжемся узнаем чушь там произошло потому что пока не от как говорят те эстонцы не ответа не привет житель дагестана получил два года колонии за видео вконтакте да он видишь этого саида бурятского какой-то там опубликовал какой-то видеоролик но я понимаю пропагандистского характера видеоролик саида бурятского ему дали два года за это причем реальных два года колонии за вот какой-то видеоролик а вот в челябинский прапорщик забил до смерти 19-летнего срочника его приговорили к условному сроку лишь водка срочников убивать это ведь не так страшно как на такое тяжкое да не такое тяжкое преступление как опубликовывать видеоролик какого-то саида бурятского который нафиг никому не нужен да а вот дальше вообще весело на 15 лет осудили замначальника у фскн ну то есть главного борца с наркотой в оренбургской области его за наркотики я так понимаю судили да ну то есть казалось бы его расстрелять должны его осудили на 15 половиной лет он меньше года осу отсидел и его амнистировали вот так это как а всех остальных которые там наркотиками торговали их тоже амнистировали вместе с ним вот этот шулупень который там где-то ну ка у которых был свой грамма а ему еще один в придачу ну какая разница да вот жуть конечно что происходит мозгов суд освободил обвиняемого в растрате 1 миллиард рублей на космонроме восточной да и что же ну разве это преступление 1 миллиард рублей хопнул человек всего-навсего чё там тоже поделился наверняка нормально освободили его активиста штрафовали на 20 тысяч рублей за пикет против переназначения генпокурора чайки а вот это зловещее преступление на крыше представляешь против чаек выступает 20 тысяч рублей дай сюда хотя пикет в соответствии с статьей 31 конституции у нас не возбраняется там четко править написано там не написано в этой статье что нельзя выступать против всяких чаек чиновников обяжут сообщать об аккаунтах соцсетях под угрозой увольнения 22 июня рассматривать госдуме что вот каждый чиновник должен знать какие где у него аккаунты писаешь медведеву как будет сложно там же везде натурализовался во всех соцсетях сидит кнопочки нажимает такому хорошо себя премьер-министром ощущает таким в соцсетях тут так так то вот а теперь блин ему он даже наверное не вспомнит наверное нужно будет специальный отдел организовывать по выяснение аккаунтов медведева ну и таких как он чтобы они там собирали сведения ужасный конечно минтранс предложил повысить тариф системе платон ну надо спасать народ от денег народ обожрался весь только уходит толстый болеет из-за этого а платон видишь освобождает людей от денег от зла вот минтранс предлагает еще больше освободить людей от денег вот сычу в россии соцсети мониторит новая система лев толстой это я понимаю те люди которые придумали систему платон это да да айти технологи система платон но для тех кто не помнит и не знает когда только ввели эту систему платон и начали штрафовать за в общем-то не уплату вот этих пошлин получилось так что если ты не оплатил эту пошлину то тебя штрафуют а оплатить ее невозможно потому что у них не работал сайт то есть вот такой парадокс и в общем то вот эти же люди которые создали этот сайт на котором невозможно было ничего оплатить теперь создает льва толстого вспоминается поговорка на словах ты лев толстой а на деле вы просто завертные это да ну вот будет лев толстой мониторингом соцсетей вот зачем они такие названия берут а чтобы эти вот единая россия лев толстой чтобы обсирать нормальные названия не берут чтобы ненавидели льва толстого ненавидели россию и так далее вот это специально мониторингом соцсетей они будут заниматься да и она анафеме надо их анафеме придать обязательно вот тут демотиватор такой прислали мне понравился вот а давай срать через жопу запретим вот так вот это вот как раз то есть все естественные вещи которые происходят они пытаются либо запретить либо упорядочить а упорядочить то же самое запретить только по-другому называется а еще они хотят вот телефон ермак нам продавать по 130 тысяч рублей да и вообще просто где выдаешься тут чего не голове тут вот я не думаю конечно стоит лев толстой что-то такое серьезное сделать так же как от ермака тот же ермак только в ток в своей области главное же это разработка разработать чё-то ермака вот это льва толстого и получить за это бабки результат вообще не имеет никакого значения не для кого здесь самая главная разработка чего-то новые национальные проекты как у медведева и бабки и вот википедия роскомнадзором названа олигархической структурой пропагандирующие наркотики и самоубийство тоже надо ее запретить презервативы запретили и срать через жопу будут запрещать жуть конечно чё творят люди это что-то про википедию ты хотелось серёж что-то сказать я уже забыл править про про запрет да в общем-то роскомнадзор назвал википедия это я я сказал уже что что назвал ее пропагандирующие наркотики и самоубийство а вот вывод какой мне они будут запрещать википедию или как или просто назвали вот а пропагандирует но запрещать не будем нет ну во первых мы уже говорили и наверно не мы говорили они заявляли что будут свою альтернативную википедию да какое даже название было не вспомнить какой был нас что-то с православием связано как какая-то духовная википедия чебурашка православная чебурашка они хотят вместо интернет чебурашку а здесь будет православную чебурашка да ну и в общем то я думаю что там как раз это будет первый источник где власть путина официально будет божественной и в общем то на странице у путина в этой российской википедии будет статус там святого и города будет стоять но у них вишу них две цели у них цель получить счета деньги или чет запретить вот если это цели объединяются то это вообще очень здорово тот кто умеет это объединять он для путина самый лучший вообще самый великий экономист он тот кто может определить объединить как как украсть деньги и при этом что-то еще запретить одновременно одновременно да то есть я сразу ну тут параллель сразу напрашивается по поводу виспасиана кстати самый лучший из цезарей был и к нему претензий нет никаких и его налога на отхожие места помочь когда тит его сын там ну если свято не уверить обратился к нему сказал ты чё там на отхожие места налог он взял денежку будет понюхать чем пахнет он будет ничем готовишь деньги не пахнут вот это у виспасиана они не пахли а у путина они воняют эти деньги вот чем дело причем еще еще и запрещают они деньги берут еще и что-то запрещают потрясающие ребят просто потрясающий великобритания прекратил подготовку к референдуму из-за убийства депутата да лишь произошло убийство референдум связан с выходом из евросоюза и необходимо было ездить агитировать либо за либо против и так далее все и с этим вот у них встал вопрос что делать дальше пока не прекратили ничего делать нибудь будут сидеть курить и ждать чего ждать непонятно но что вопрос который приведет к очень серьезным столкновением это вопрос это совершенно однозначно то есть столкновение будут вот на на этом уровне то есть на уровне того что агитаторов и пропагандистов бить и убивать к сожалению но от другого пути все равно никто не придумал они если собираются проводить и если они собираются принимать решение надо провести референдум если провести референдум значит нужно агитировать и за и против ну кто как хочет да а если так значит будут последствия но извините это издержки демократии значит нужно как охранять лучше да ну или там договариваться но в любом случае будут ушибленные наглу с которыми ты никогда не договоришься издержки производства путин удивился что 200 болельщиков из российской федерации отметили тысячи англичан да это знаешь как-то вот завуалированная такая похвала такая вот ну плохо что они там подрались но вы видите вот 200 там подрались тысячами и он чем был меня там не было я не знаю кто там скольки дрался и кто кого как отметилил нет вопрос ну что в опути не должен такие вещи говорить это однозначно он уже видишь вот пытается и нашим и вашим то есть он уже чувствует у нее там одно место припекается и место это голова потому что давно у нее сгорел уже понимаешь глава голову начинает печь и он пытается найти выход а вы кто мог найти два года назад даже еще год назад но у него почему-то с головой не все в порядке тогда был сейчас может быть там как в связи с законом более мариоты там и давление температура внешних да и внутренне в его башки они как-то пришли к общему знаменателю да и теперь он начал как-то мыслить по-другому а тогда нет тогда в общем-то он весь был гигей победитель такой всех переигравший да видел было в интернете ходит там шоу на одном из федеральных каналов шоу показывали болельщика которые ну был непосредственным участником этих событий и ему начинают говорить что там англичане с покупали билеты что-то в российскую ложу короче англичане напали на несчастных российских болельщиков он говорит не все было не так все было вообще-то наоборот его назвали не ну не настоящим болельщиком как-то так что он не болеет за россию оказывается потом извинились но вот по федеральному канал назвали два тебе валерий потому что это было никакой не болельщика один из самых известных комментаторов россии стагниенко его фамилия нет ну как но они же находятся во первых на стадионе и там это непосредственно видно с каких трибуна на какие трибуны кто бежит чё кричит и так далее и ему очень-то спросили ну как вы прокомментируете нападение англичан на российских болельщиков он скажет на вообще он сказал но вообще-то все было наоборот а вот и российские болельщики напали на англичан его спрашивают вы что за россию не болеете но это классическая ситуация вы чё не патриот если вы путина критикуете значит вы не патриот это даже нет критики путина просто не на это я как бы уже аналогию провожу доходит до полного маразма российских легкоатлетов не пустили на олимпиаду в рио да как раз то о чем мы говорили что путин просрал все даже вот этот спорт то есть последний где еще оставалось что-то все оно легло благодаря чему это благодаря политики там я не знаю чему угодно благодаря тому что он бедоносец я не знаю почему это ну вернее я знаю конечно что здесь и той другой трети сыграла но так будет во всем вернее во всем уже так а вот еще спорт догоняет спорт догоняет путин дал старт избирательной кампании в госдуму ну да это подписал указ и очень что-то он тянул с подписанием указа я думаю они там что-то вымеряли да но не он конечно слава там нужно было вот именно в этот день на все это сделать посмотрим генсек оон панги мун высказался одобрительно о своем сотрудничестве с президентом владимиром путином на международной арене там хочу выразить свое уважение восхищение вашими усилиями на международной арене там и так далее какими же усилия не знаю какие но в его притащили сюда там свадьба с генералом должна быть такая он он тем более лишь панги мун уходит он хочет там в корее в южный что-то значит а южная корея очень здорово пытается договариваться в том числе с путиным потому что у них есть северная корея на которой есть влияние россии так далее поэтому вот он пытается лавировать так ну и кроме всего прочего мы же не то путинские чемоданчики они же тоже играют значение человеку надо в дорогу собираться в южную корею но почему бы мне сказать пару слов чтобы учет за это занесли так нормально раз так от путина вроде как не убудет тем более что там не чемоданчиками воруют а я не знаю вагонами какими вагонами ты чё и пароходами она папа панамским флагом занесли ты ему наверно не чемоданчик да не хочу конечно потом да нет я думаю что много и много не дадут а насчет политических каких-то по этому поводу бонусов я сильно сомневаюсь потому что путин сегодня там одно думает завтра другое по этому поводу кстати у нас картинка есть да да ну там вот вчера мы кажется говорили как принимался решение в южном парке вот кто-то уже но это кстати не наши наши зрители наш ну где-то это на другом ресурсе и вот курица которая без головы отрубается вернее курица отрубается голова в дурку дяденька дует курица прыгает и в каком-то значит как в каком-то секторе умирает окончательно останавливается и принимается такое решение ну я думаю что у путина приблизительно не вот самый главный 6 мы путин так решение принимался был гораздо лучше она теперь так принимается а до этого они пытались включить из себя там каких-то стратегов до стратегов на но что-то у них получалось плоховато напоминают нам наши зрители мы сегодня об этом не говорили спрашивают как быть волонтерами что делать так далее по предстоящим выборам есть электронная почта в описание к этому видео не к этой трансляции то есть вы можете прокрутить немножко в описании будет электронная почта для желающих помогать нам на выборах но в частности нас интересует саратовцы но далеко не только саратовцы потому что вы понимаете выборы государственной думы то есть по всей россии будут проходить и нам нужны очень всесторонняя помощь начиная от агитаторов заканчивая наблюдателями но и в общем-то много-много разных других вариантов то есть люди вот пишут что я написал меня там проигнорировали вас никто не игнорирует просто нужно понимать что но очень много писем это во-первых а во вторых сейчас вот только что мы эту новость назвали да что в общем-то только сейчас стартует эта предвыборная гонка и в общем-то сейчас каждым днем она будет нарастать и нарастать поэтому в общем-то задачи будут появляться с каждым днем все больше и больше и еще вот вам пишут что вы помолодели я кстати тоже обратил недавно на это внимание не знаю хорошо это или плохо поэтому если хотите спасибо если я не ставил такой задачи честное слово если вы думаете что я как вова путин бегаю и в харю колю какую-то гадость чтобы помолодеть ну нет у меня такой задачи помолодеть мне 52 года и я абсолютно не хочу выглядеть моложе это этого возраста меня вполне все устраивает и возраст мой устраивает я взрослый человек и внешность но может быть не всегда устраивает в том плане что там когда ты там как помятым выгляжу конечно хочется выглядеть посвежее но опять же это не не главное то есть я уж точно в морду не никакие ботоксы колоть не буду никогда это мне даже не тоже в голову не может прийти мне даже страшно подумать как это взять в морду наколоть какой-то гадости чтобы выглядеть хорошо это что такое взрослый человек мужчина тем более ну ладно это какая-то женщина может это там сделать и может быть они даже и не очень умные а мужик то ну как он может такое себе поэтому если вы хотите стать волонтером вы напишите на почту указаны в описании и вы прямо сейчас уже можете нам помочь просто поставив лайк под этим видео она продвинет нас в топе ютуба и больше людей сможет его увидеть еще вот пишет что в фейсбуке активно распространяется информация адепты партии воля что вы идете по спискам этой партии в думу но в общем то вы не можете это ложная информация мы не знаем на самом деле о чем речь я не видел этого сообщения но как бы мы не идем по спать по спискам партии не мы идем по списку пар нас это однозначно в общем-то и как-то за это боролись за эту боролись путин назвал сша единственный сверхдержавой ну вот это я что он начал заигрывать перед европой перед сша и так далее если вы помните год назад перед его поездкой в оон я говорил что будет очень хорошо если он там дружба да бомба нет там ну то есть тогда спрашивали что спасти может путин я говорю сейчас вот он должен приехать вылизать жопу американцам там европейцам и так далее и тогда может его кто-то простит там вот год назад это был представишь какая задержка у человека в развитии если год если целый год он он учет и себя там крутого ломал уже было ясно год назад вот в это же время что все жопа с ручкой не надо если он хочет сохранить свою власть то не надо ни в коем случае упорствовать и я был убежден что ему объясняют добрые люди но там же не все дураки у нее сидят что нужно там приехать их там с таким поклоном низким с выступить трибуну он сказать что всех люблю мне трамвай куплю там и так далее а он приехал на выпендривался я широт открыл думаю что совсем с ума сошел и уж действительно как-то даже холодок прошел думаю следующий этап кнопочку может нажать но видишь вот вроде как-то восстанавливается говорят что нервные клетки там некоторые имеют все-таки тенденцию к регенерации так что в голове чет какие-то клетки наверно немножко восстановились как-то интеллект немножко повысился сразу подумал блин чё будет-то вовы тебя не спасет может антидепрессанты а вы завязали может новый антидепрессанты получает это тебя не спасет но но путь конечно правильная а у нее да и есть друг не есть другой путь кнопку нажать ну вот и я для себя записал значит шпаргалку я иногда и вопросы какого размера у него в голове мыши вот когда я прочитал это вот все у меня пронеслось все что я вам сказал что он должен год назад был сделать что целый год он выпендривался я думаю какие же там мыши крысы уже в голове не мышь там как помнишь потом оба у последней черты но фильма поэтому агонии там распутин говорит у него у голове тараканы вот тут не тараканы в голове тут мыши да и такого размера что в частности путин непосредственно сказал что америка это великая держава сегодня наверное единственная супер держава мы это понимаем мы хотим мы это принимаем да мы хотим и готовы работать соединенными штатами миру нужна такая мощная страна как сша и нужна нам и продолжаем должен дать пожалуйста ярлык на княжение вот так это вова ничего тебе никто не даст все мимо кассы ярлык на княжение надо было просить у народа у своего ты сделал все по-другому вы представляете какая сейчас депрессия у ватников причем я имею ввиду не вот этих там кремлевских ватников которые сегодня ватники завтра там нацистами станут не вопрос а вот у истинных таких искренних ватников евровидение потом значит путин говорит что сша супер держава савченко вернули половину этих узников украинских вернули донбасс надо присоединять к украине кремль от поддерживать мне кажется там они половина вздернутся скоро этих начали судить да за высказывание про укра бандеровцы вчера вы рассказывали то есть как-то им совсем плохо живется вот и путин заявил что россия почти преодолел экономический спад валер там ты залез сколько ты нашел этих заявлений 500 до того очень много 6 точно было каждый месяц он заявляет что пик кризиса пройден но разными словами он это говорит на сила он уже нам рассказывал что мы достигли дна ну да это мужчина достичь exhausted не достигли bund объявил путина создать совет по приоритетным проектам у него экономический совет был потом новый экономический совет с кудриным возник потом тот экономический совет старые в котором греф и вся остальная братья а теперь еще совет по приоритетным проектам который будет рассматривать совет и совета нового экономического с Кудрином, старого экономического с Грефом и так далее. Блин, что там творится? Ну, мы говорили, что по каждому вопросу они будут создавать там комиссию, комитет, министерство и так далее. Вот он бросился создавать советы. Ну, недавно в свое время назывался «Страна советов». Будут советовать ему. Сивуанов заявил, что в России можно зарабатывать хорошие деньги. Да, на себя должен был. Смотрите, как у меня здорово получается. А у других как зауротанбергов, господи, с темченко, с этим, с Миллером, с Сечиным. Ну, просто прекрасно. Ребята, вот ватника, вот посмотрите, как у нас хорошо. Вот надо специальные экскурсии для ватника, что приводить. Видите, как хорошо у нас получается. Вот этот тут, ой, дворец, мы тут живем. Это вот тут, я не знаю, тоже какие-то там и чтобы они ходили и смотрели, что так они тоже могут жить когда-нибудь. Я говорю, боевые клоуны Путина, они уже вот сами себя превзошли. То есть они уже за грань, в какой-то сюрреалистический мир вышли. Просто это уже сюрреализм. Это уже даже необычный такой вот цирковой ход такой. Он, конечно, смешной, но про дно там, что до дна долетели, что экономика там нормально уже, стабилизируется. А это какой-то сюрреалистичный. То, что можно здесь зарабатывать хорошие деньги. Что вы, ребят, не зарабатываете, он должен еще сказать. Ребят, ну вы что не зарабатываете хорошие деньги? Вот вы, там, ватники. Ну, ватники, вы поэтому не зарабатываете. Ну, это вспоминается известное видео, по-моему, если я не ошибаюсь, из Омска, где губернатор приезжает к бастующим рабочим, ну, как к бастующим, ну, бастующим, ладно, рабочим какого-то завода, и, в общем-то, спрашивают, чего вы бастуете-то? Они говорят, ну вот, я там работаю 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а платят мне 15 тысяч. Он говорит, ну, конечно, ты нифига не работаешь, ты должен работать там 25 часов в сутки, 8 дней в неделю. Ну, я утрирую, конечно, но там, причем, что самое обидное, какое-то просто ничтожество, вот этот губернатор, ну, ничего из себя не представляет. Ну, в смысле, даже вот чисто визуально на него смотришь, но он стоит на ветру, качается, мне кажется, у него... Хочется дать баба. Конечно. И стоят, смысл, такие мужики, которые там покрышки жечь хотели, а приехал какой-то губернатор, и они что-то там засунули языки куда-то в другое место. Обидно, господа. Да, как я помню, в живом журнале, что ли, в твиттере, в живом журнале мне барыш написал, что вот вы там на всех ругаете, а в России можно зарабатывать хорошие деньги. А я не стал полемизировать, какой-то молодой человек написал «Пример, плиз». И тут она открылась. Оказалось, это какая-то там девушка, которая там 15-18 лет, она сказала, ну, вот пример мои родители, которые приватизировали насосные «Газпрома» на территории Украины, и с этого получают, и все это законно, и тут... А работают сами они в «Газпроме» какими-то руководителями, а приватизировали насосные, и так далее. И чувак пишет, «Так это же называется коррупция». Очень было смешно, конечно. Мальцев, передай привет моей Галине из Оренбурга. Передаю привет. В смысле, это пишут? У меня нет Галины из Оренбурга. Это пишут в чате. Привет, Галине. Число бедных россиян достигло 22,7 миллионов человек. Хотите прикол? Вы помните, в конце осени Голодец нам говорил, что в России 22 миллиона человек. Там этих бедных. 22. Это было осенью. После этого кто-то там из этих там Силуановых, я не знаю кого, можно погуглить, посмотреть, говорили, что увеличилось количество и мы как раз Оруэлла вспоминали до 18 миллионов бедных. Вот совсем недавно, весной это было, до 18. С 22 увеличилось до 18. Вы не поверите, ребяточки. Вот, а сейчас оказывается увеличилось количество малоимущих еще на 8 миллионов и составило все те же 22 миллиона. Это как они считают? То есть у них трижды за год количество малоимущих увеличилось, но за 22 миллиона ну никак не выходит. То ли они у них умирают, вот количество увеличилось, они померли все и все, поэтому общее количество осталось то же самое. То ли что происходит, я не знаю. И я не могу найти объяснение. Они все так нормально объясняют, что да, увеличилось, но вот им дали потолок, сказали, за 22 миллиона ребятушки не выходите. Вот максимум у нас может быть, потому что там сидит какой-то умняшка, который берет все цифры, которые в России есть, численность, какой они там рисуют, 148 миллионов, какие-то 145, умирал половин. Вот. И вот сколько от 148? Ну 22. Почему 22? А потому что в какой-нибудь стране, ну там в Индонезии, к примеру, тоже такие цифры. Ну нам нельзя вылазить выше Индонезии, ну там умняшка сосчитал все. Вот пишут, пинцов только 40 миллионов, их больше 40 миллионов, а соответственно нищих гораздо больше. То есть у нас инвалидов там сколько, 6 миллионов, там у нас наркоманов 6 миллионов, на самом деле 8, да, у нас алкоголиков, ну и так далее. И сейчас все перечислять, там у нас под 80 миллионов нищих реально. Греф заявил, широкомасштабные реформы в России могут начаться в этом году. Вячеслав, у меня сегодня день рождения, я с вами. Поздравляю с днем рождения. Когда у меня был день рождения, тоже был с вами. Так что у нас традиция такая хорошая. Поздравляю всей души. Да, вот реформы, Греф говорит, могут начаться уже в этом году. В 18-м точно начнутся, а вот в этом году они могут начаться. И вот он в ближайшее время ждет реформ. И все они нам рассказывают про реформы. И у них что в голове эти кудрин и Грефов, Путиных, я не знаю. Они думают, что вот сидит голодный человек, последний хрен бессоли доедает. И выходит какой-то кудрин, пудрин, Греф, и говорит, слышь, а мы вот реформы сделали, уже в этом году. А может быть в следующем и сытно тебе будет. Он говорит, вы охерели, ребят, я сейчас жрать хочу. Греф, люди хотят жрать сейчас. Вот помните фильм «Коммунист», когда там, ну и сейчас лес рубит, дождь пошел там, они что-то там, что чтобы паровоз ехал, да, и они говорят, пойдем, куда-то погреемся. Он говорит, людям хлеб нужен, греб, людей кормить надо. они не слышат. И вот сколько я это не говорил, они это не услышат. Знаешь, когда они услышат? Вот это. Вот по чеснухе, ребят, знаете, когда они это услышат? Когда сзади произойдет, щелк-щелк, вот этот звук только они услышат, они больше ничего, у них другие частоты, уши воспринимают. Вот этот звук только, щелк-щелк они услышат, больше ничего они не услышат. Вот они должны этот звук услышать, чтобы проснулись, чтобы они поняли, что все, хорошее, ребят. Сын Чайки вложит 2,5 миллиарда рублей в выращивание грибов. Вот это рожа, там еще будут грибы выращивать. Какие грибы? Я не знаю, какие грибы они там жрут, что вот такую херню они придумывают, что вот это важная новость, что сын Чайки, который 2,5 миллиарда рублей имеет, за какие заслуги, за рожу свою противную, он эти 2,5 миллиарда, наверное, не последний, вложит в какие-то... Нет, у него просто, возможно, очень интересное увлечение, он может отказаться. Ну да, ну это вообще просто жуть, и это вот выдается, как такой, значит, прорывной момент такой. Ну спасибо, что есть сын Чайки, иначе бы у нас грибов не было никогда. Где бы нам их найти было, эти грибы? Спасибо. Литва разрешила людям свободно покупать оружие для защиты от агрессии России. Ну это одна из тем, я же понимаю, то есть в Литве тема свободного оружия, она на самом деле де-факто была, то есть там нужно какой-то минимум документов, чтобы получить оружие. И можно было бы на этом все оставить. Ну оружие это в том числе хороший бизнес. И оружие помогает охранять правопорядок, помогает объединять граждан, и так далее. Поэтому что нужно сделать? Нужно сказать, Москва угрожает, и все начнут раскупать оружие. Это очень хороший бизнес государственный, ну потому что за лицензии, там за какие-то там бабки, ну и нормально, это все контролируется, это очень хорошо. И абсолютно не надо вооружать людей за свой счет. Они все купят сами. Они купят сами пулеметы, автоматы, винтовки, я не знаю, все купят. И останется только пожать им руку, и сказать спасибо, вы стали армией, вы стали настоящей армией. Дать им там несколько полигонов, где они будут военно-спортивные игры проводить, и все это на халяву. Более того, с этого еще деньги получаешь. Ну молодцы, что я могу литовцам сказать. И кстати, позавидовать от души могу, я потому что, очень хотел тоже иметь оружие, то, ну и пулемет, я с удовольствием купил пулемет Калашникова, станковый, и пулял бы где-нибудь на полигоне, от души, и получал бы удовольствие. Кому бы от этого хуже было, если бы у Мальцев стоял пулемет Калашникова. Наверное, никому. А в стороне от этого был только лучше. Пишут, мне в школе говорили, что чайки обычно жрут рыбу, а тут грибы. А тут они жрут грибы. В Минобороны России подтвердили гибель 10-го российского солдата в Сирии. Ну вот, он, я так понимаю, взорвался на мине, и нам опять, вот те, кто считают, что я могу кого-то как-то сглазить, пишут, что вы сказали, а после, значит, что после разминирования наши подорвутся, и через день он погиб. Оказывается, он еще в мае погиб, этот солдатик. Помнишь, мы говорили про разминирование, я говорю, ну все, значит, там подорвутся. И это не потому, что кто-то сглазил, потому что так мир устроен. Сколько бы ты ни разминировал, все равно кто-нибудь взорвется. Вот так вышло. Ну что, жалко солдатика, но он знал, куда идет, в общем-то, солдаты идут для того, чтобы погибать. У них работа такая, погибать. Другое дело, за что, понимаешь? другое дело, возникает вопрос, что это того стоило? У меня однозначный ответ, конечно, нет. Тем более, не то, что не стоило, это минус, потому что устроить войну со всем мусульманским миром, а еще кому-то в результате этой войны погибнуть, ну плохо, это неправильно, совершенно. В Пентагоне назвали разрешение сбивать самолет РФ одним из условий бесполетной зоны в Сирии. Ну да, видишь, и при этом Путин сильно не напрягся, сказал, да, они тут вот высказали наши, что это неправильно, там, туда-сюда, но тем не менее, он сделал реверанс в сторону Америки, и я думал, что и подпишется, и нам скажут, сбивать хотите? Да, фиг с ним, сбивать. И следующий сбитый самолет, который случайно собьют американцы, он будет тому пилоту, который катапультируется и останется живой, да, ему скажут, ты зачем засунул нам нож в спину? Вот так будет, то есть будет совсем иначе. Ну, классика, а что тут? НАТО объявляет киберпространство театром боевых действий. Ну, логично. В общем, Столтенберг по заслугам оценил киберпространство и они рассматривают вопрос защиты этого киберпространства и ведения боевых действий в киберпространстве. в общем-то, все абсолютно правильно, молодцы. И Трамп в восторге от ядерного арсенала Путина. Ну, Трампу надо что-то говорить, вот он сказал, что, честно говоря, Путин все улучшает и улучшает российскую армию, она стала, становится гораздо сильнее и так далее, а вот США не улучшают. Ну, Трампу нужно же про это говорить, он должен сказать, что там вон какие сильные, ну, как Путин пугает НАТО, который там, ээээ, даже зарплату нечем платить был, а вон они подбираются, ну, и они действительно начали раздуваться, как на дрожжах. Так и здесь это вот вполне, так сказать, предсказуемые ходы и Трамп действует, в общем-то, в рамках осуждения демократов, которые вон как выпустили Путина. Опубликован досье на Дональда Трампа, украденное в результате взлома сети демократической партии США. Говорят, российские хакеры какие-то украли досье на Трампа. Я не думаю, что там что-то в этом досье есть такое сверхъестественное, тем более, что они опубликовали и как-то никто особо сильно не там, ну, я до конца ты ему точно не читал, ну, переводные варианты прочитал, так, нет там ничего, живых детей он не ест, да, как-то ничего особенного. Согласно соцопросам, Клинтон опережает Трампа. Ну, это предсказуемо, мы давно-давно сказали, что бабушка скорее всего победит, помнишь это, когда мне сказали, почему Трамп не победит, я сказал, ну, во-первых, я не хочу, и так далее, а потом стал загибать пальцы, почему он не победит, ну, вполне это предсказуемо, а не победит он, потому что у него нет какого-то общего стабильного мировоззрения, у него вот это, как дерьмо, в проруби мечется, это его мысль, а так не должно быть, это мысль какого-то синтоиста, да, там, или буддиста, должна быть подобна, как в этой книге Пяти колец, да, подобной мечу в водопаде, но политика-то она не должна подобной быть мечу в водопаде, когда хаотичность даже и за хаотичностью уследить невозможно, то есть должна быть логика, у него масса вещей алогична совершенно, поэтому, то есть они противоречат одно другому, а такие люди, они пугают, когда они политикой занимаются, если одна мысль противоречит другой, в Америке заново открыли скандальный отель Watergate, ну да, ну если там молодежь кто-то не помнит, это Ричард Никсон в результате утергейского скандала улетел, то есть под угрозой импичмента ушел в отставку, это совершенно уникальная вещь, то есть в Утергейте каких-то мужиков поймали, которые показаны были в фильме Форест Гамп, помнишь, там Форест Гамп всегда попадает в нужное время, в нужное место, у меня тоже самое, я всегда в нужное время, в нужном месте. Этих людей уличили в том, что они прослушки ставили демократам, да, в результате в общем скандал стал развиваться, когда Никсон уже и переизбрался, и, ну он, конечно, этот скандал был поводом для отстранения от власти Никсона, это такая была многоходовочка, очень-очень хорошая такая, да, и вот у него был зам Спира Агни, ну он грек был, как-то его греческая Агн, ой, Агн, ой, забыл, не буду даже фамилию, не могу выговорить, короче, вот, это вице-президентом у него был, его обвинили в коррупции, и он считал сам до конца жизни, что это сделал Никсон, чтобы отвлечь от Ултергейта, на самом деле, вот мое восприятие, когда я все это изучал, что сделал это все наш доблестный Герри Киссинджер, и очень хорошо, представляешь, что он сделал, возникает скандал относительно Никсона, очень серьезный, Ултергейтский, там, ты, гад, подслушивал, туда-сюда, действовал недемократично, и надо его тащить в суд, и он подставляет своего вице-президента, вице-президент подает в отставку, на его место избирается, но не в рамках избирательной кампании, да, а избирается в Форт, ну, вице-президентом установит, Конгресс его избрал, все, вот вам Форт вице-президентом, потом подает в отставку Никсон, потому что его схватил за яйц, и говорит, слышишь, если не подашь в отставку, тебе будет импичмент, дальше суд, тюрьма, Сибирь, там, и так далее, а здесь ему Форт обещает, слышу, подашь в отставку, все, я тебя амнистирую, так оно и произошло, то есть он его помиловал, как только Никсон ушел в отставку, а Форт стал президентом, но это впервые в истории Соединенных Штатов, когда человек, который вообще никто не избирал, стал президентом, он вначале стал вице-президентом, а потом стал президентом, потому что президент ушел, и все, и Киссинджер посадил своего человека в президентское кресло, но благодаря этому была подписана куча международных соглашений, в том числе и с Советским Союзом, и какую-то работу сделали определенные ребята, которых там называют жидомасоны, там я не знаю, как очень серьезно сделали работу, 5 баллов, тут не забалуюсь, что называется, но сам вот этот алтергейский скандал, он яйца вытянут не стоит, вообще ничего, какие-то барбосы хотели подслушать демократов, и что, ну хотели подслушать, но попались, и что дальше-то, они же, и им же Никсон лично не сказал, слышь, идите там туда-сюда, он утаил какие-то факты, что там записывал в Белом доме, в этом, в овальном кабинете, опять же, речь идет об открытости, вот представь, там велась запись в овальном кабинете, там как-то она против него сработала, а если бы там постоянно велись записи онлайн-лаб-трансляции, ну никак бы это не могло сработать, никто бы его ниоткуда не выкинул, никогда, если бы он абсолютно открытую политику, ну тогда она была невозможна, а сейчас возможна, и сейчас должны политики вести абсолютно открытую политику, тогда скандал просто невозможен, ну возможно, если что-то оговорился, там что-то сделал не так, и так далее. США учатся сбрасывать мины в Балтийское море. Ну, вообще, совершенно странная ситуация, я, честно говоря, просто потрясен, то есть прилетел на Балтику Б-52 и ну себе ставить мины противолодочные, и я так просто представляю, стратегический бомбардировщик, здоровенный, тот, который не занимался такой херней, я извиняюсь за выражение, до момента занимался вот этим, до момента Карибского кризиса, то есть после этого момента они, наверное, и знать не знали, как эти мины-то устанавливаются, ну, никому в голову не могло прийти, при помощи Б-52 стратегического бомбардировщика, который термоядерные бомбы кидает, ставить мины, и тут они притащили, и начали расставлять мины, и никто не знает, как это делать, никто, ну, даже уже дедушки, только их реальные дедушки этим занимались, да, вот на уровне отцов такой пробел, и теперь вот новые поколения, они даже даже спросить не у кого, а как там это, и вот они ставят мины, может это плачевно, конечно, кончится, такое новшество, но как-то вот они демонстрируют, что они не собираются вести ядерную войну, а всячески демонстрируют, что если даже будет какой-то конфликт с Путиным, то он не будет ядерным, это будет силой обычных видов вооружения. полная фигня, конечно, не может, да, специальных операций командования самую легкую умную бомбу тоже получил, ее там разработали, и весит она 27 килограмм, в общем, здорово, потому что предыдущая весила 50, и взрывчатки было 9 килограмм, это весит 27 килограмм, и взрывчатки там гораздо больше, 16 килограмм, то есть видишь, они в какие-то новые виды вооружения вкладывают деньги, и спрашивают меня, как будут развиваться события с обычными видами вооружений, но мы же понимаем, что сейчас необходимо, с одной стороны роботехника, будут какие-то роботы, которые в большом количестве будут там самостоятельные, управляемые, ну в общем всякие, но с другой стороны противостоять-то в том числе роботам будут роботы, но и люди, и обычный непродвинутый человек роботам не может противостоять, поэтому нужно делать летающего человека, человека-танка, да, человека, как платформу для оружия, вот, для этих роботов и для оружия, то есть человек, который там в каком-то экзоскелете бегает или летает там, и еще у него всяких штук полно, чего мы видели, то есть для этого нужен физически другой человек, а мы посмотрим, если начнут делать физически другого человека, они поймут, что есть предел, а значит биологически другой человек, то есть генетически другой нужен и так далее, и дальше будут развиваться вот эти вещи, поэтому посмотрим, но сейчас вот на на этом этапе медицина и военные отрасли, они сомкнутся, то есть они будут работать в одном направлении, то есть медицин будет улучшать инвалидов, а военные отрасли делать из них супероружие, из этих инвалидов. ЦРУ назвали организаторов взрыва российского самолета над Синаем. Ну, и они прямо от Америки открыли, они сказали, что это сделало какие-то сторонники Иерусалима, то есть египетская исламистская группа, причем конкретно фамилии не назвали, сказали ловим, а вот значит вот это члены ансар бейт аль макдис, вот так вот они называются, и разница между вот этими ансарами там или ИГИЛами, я думаю, абсолютно никакой нет. Российский адвокат обвинил РПЦ в связи с ФСБ. Ну, это то, о чем мы говорили, это именно этот адвокат, и именно по делу того мужика, который это экс-сотрудник московской патриархии Евгений Пиетрин, вот, значит, это его адвокат, и сказал, что РПЦ связана с ФСБ, ну, это вообще очевидно, да, это вот показать вот один палец, сказать, он связан с рукой, конечно, так было и в советский период, так и сейчас, и предъявил он миру вот такую бумажку, где-то нашел это, где, значит, представители РПЦ просят ФСБшника вот этого им отдать, так сказать, на работу, на работу, просят отдать, я думаю, что там и действующих полно, тем более нужно понимать, что все вот эти ФСБшники, которые ушли в отставку, они являются офицерами действующего резерва, так называемый, знаешь, и то есть все выполняют в общем-то ФСБшные эти задания. Совет Кантона в Швейцарии проголосовал за отзыв заявки на вступление в Евросоюз, поданное еще в 92-м году. Ну, прямая демократия, то есть народ спросили, вы как, а их, да не, не хотим в ЕС, а их, ну, давайте, мы отзовем заявку, отозвали. Почему это произошло, в общем-то, нетрудно объяснять, потому что Евросоюз терпит некий кризис, в том числе и мигрантский, а Швейцарии нафиг не нужно, чтобы кто-то настаивал на том, чтобы туда мигрант приезжали, жили там, там все нормально. Нарышкин передал премьеру Японии послание от Путина. Он теперь посыльным работает. дожди. Сейчас, сейчас тут хотел ответить. Мальц видел тебя одного сидящего скромно и одиноко на полицовете Парнаса. Это не твой статус. Мой Мальц один нигде не ходит. Он будущий президент, он лидер. Мы с вами. Во-первых, я очень много где хожу один и мне нравится это состояние. Это первое. Во-вторых, я стараюсь, если вот здесь это моя передача, может быть, я себя нескромно веду и так далее, я стараюсь вести себя скромно, но на дебатах вы этого не увидите, конечно, а вот среди тех людей, которых я не считаю своими врагами, я веду себя скромно, стараюсь, безусловно, не выделяться и там понтынь какие-то дешевые не кидать. Если это люди ко мне расположены хорошо, я не пытаюсь никогда доминировать там над ними и так далее. И в общем-то я не думаю, что это плохо. мне кажется, что человек должен себя вести по крайней мере с теми, кого он считает своими, так сказать, сотоварищами, должен вести себя правильно, скромно, а зачем, они же мне не враги. Поэтому тут это, кстати, одно из лидерских качеств, то есть понимание, где нужно доминировать. а у нас бывает иначе. У нас почему-то доминирует в семье, да, там еще где-то, а вот в каком-то месте там люди трясутся, нафига это нужно. Знаете, вот мой учитель по судебной психиатрии Вадим Валентинович Козлов, очень гениальный человек был, вот он рассказывал историю, когда приходит человек, но уже приходит как к практикующему психиатру и начальник это. И он приходит и говорит, вот вы представляете, я вот тут начальник, я вот там везде главный, туда-сюда, я вот такой не сдержанный, я ору на своих подчиненных, лещей им даю, там туда-сюда, говорит, безумно, вот мне надо лечиться. И в семье я такую же жену загнобил, загонял детей, там замучил за какие-то плохие оценки, их там бью вообще жуть, я говорит, я больной психически, помогите. Психиатр, вот этот, я так понимаю, может сам Вадим Валентинович, может это Кутанин кто-то, но не названный, я не знаю, кто-то, ну, наверное, Кутанин был, вот вы, у вас начальники есть, да, он говорит, вот главка начальник, он говорит, а еще кто, а министр, и он говорит, и вот вы в главк, там едете в Москву, так же лещей там даете, вот это, и министра так же гоняете, как жену, он говорит, нет, вы что, он говорит, тогда голубчик, вы не больной, вы хулиган, понимаешь, вот я, может быть, по жизни хулиган, да, но не до такой степени, чтобы гонять там и тех, людей, которые ко мне нормально относятся, нафига, я лучше буду разбираться и всю свою негативную энергию посвящать, чтобы побеждать врагов, мне не надо побеждать друзей, я никогда не занимаюсь победой над друзьями, мне это совершенно не нужно, да, я иногда бы войне сдерживал, да, я иногда что-то говорю там, такое, в общем-то, ну, это, это все равно имеет рамки, отличный комментарий, хороший парень мальцев, надо брать, да, и мы еще напоминаем, у нас уже программа, в общем-то, близится к завершению, мы напоминаем о том, что у нас необходима помощь ваша, в плане того, чтобы ставить лайки, таким образом, продвигая наше видео на новую аудиторию, на топ ютуба, на предложенные видео в ютубе и так далее, то есть, призываем всех тех, кто еще не поставил лайк, поставить, сегодня у нас пятница, в общем-то, людей, ну, чуть меньше, скажем так, чем обычно, поэтому и лайков сегодня, может быть, не так много у нас, но все-таки давайте как-то поднажмем, и 3,5 тысячи, это, конечно, совсем нехорошо, давайте прямо, ну, хотя бы за 4 тысячи перевалим это, ну, минимум. Да, спасибо. Нарышкин передал премьеру Японии послание от Путина. Ну, это еще он позавчера передал, но все равно это надо было сказать, потому что вопрос, о чем договариваются путинцы с японцами, о чем договариваются с китайцами, вот это вопрос, вопрос, интересный, да, помнишь, как у Хазанова, так и здесь, ну, что, ну, понятно, о чем они договариваются, это кемска волость, это прокурилы договариваются, потому что кемска волость, я, я, кемска волость, это прокурилы договариваются, китайцы там непонятно, какие договора с Путиным подписывают, Мы же про это не знаем. Последний раз все, что вывешивалось по концессиям на сайте правительства Российской Федерации, оно оттуда удалено. И что там подписали, что им передали, никто не знает. И все сейчас это передано регионам, там регионы сами что-то решают. Что они решают, сдают нашу территорию. Прелестно. У Северной Кореи оказалось больше ядерного оружия. Да, вот рассчитывали, что у них 10-16 ядерных зарядов, а у них могут оказаться 14-22, потому что вот просчитали их мощности и способности обогащать уран. И реактор вот у них есть 5-мегаваттный и все прекрасно. Но они забыли одну маленькую-маленькую вещь. Северная Корея была в то время, когда разваливался Советский Союз. И купить обогащенного урана мог даже совсем ленивый человек, имея деньги. Причем очень большое количество. Мы знаем, сколько урана вывезено через Молдавию. И на границе с Польшей ловили. И где только не ловили с российским ураном. Причем обогащенным. Это был оружейный уран, оружейный плутоний. И сколько корейцев там купили, я не знаю. То есть теоретически они могли купить. Купили или не купили, я не знаю. Но не нужно рассчитывать, что это 22 заряда. Их может быть не 22, а 44. А есть ли большая разница на самом деле? Ну, конечно, есть, когда это идет об атомной бомбе. Если это там 10-12 зарядов, это одно. А если это 40 зарядов, это совсем другое. То есть если мы же думаем, что какое-то противодействие будет, то есть 10-12 зарядов, они могут и не все взорваться. Они могут превратиться в 1-2, а может быть вообще в ни одного. Все будет зависеть от противодействия. А вот 40 зарядов, это уже совсем другое. То есть где-нибудь дошарахнет. И еще так может шарахнуть, что вам не горюй. Страны Африки обсудят проблему защиты альбиносов. Ну, тема, кстати, очень интересная, потому что этой темой почему-то никто не занимает. Я впервые в 90-е годы прочитал большую работу, но эта тема был потрясен. Потому что, оказывается, там альбиносов в Африке разбирают на части, чтобы готовить какие-то препараты, которые там их колдуны прописывают от глазных болезней. В общем, от любых болезней. И там даже были такие случаи, когда выходили с протестом альбиносы, и тут набегала толпа африканцев, которые просто отрубали им руки, с плакатами ухватывали, руку отхватили и побежали с этой рукой, чтобы там из нее приготовить какое-то снадобье, чтобы выжить. Ну, то есть, люди такие очень темные, и у альбиносов там незавидная судьба. И вот впервые ООН решил провести в Танзании, значит, в Дарья-Саламе региональный форум, который будет по защите альбиносов. И, в общем-то, в общем-то, это вам не гей парады разгонять, да, там идут какие-то, кто-то стукнул, все, а здесь набежали, порубили в капусту, разобрали на запчасти и разбежались, все. В Швейцарии задержан сотрудник фирмы Масак Фонсека. Ну, это та фирма, которая в Панаме орудовала, и этот сотрудник задержан за слив информации. В общем-то, ему орден надо вешать, его задержали за то, что он слил информацию обо всех виланчелистах. Жаль, такой Сноуден, ну, надо было ему как-то это. Думаешь, его задержали не для того, чтобы орден дать? Ну, нет, конечно, я думаю, что его задержали совсем по другим причинам. Ну, мне кажется, общественность должна жестко реагировать на такие вещи, потому что человек сделал, независимо от того, что он совершил формально уголовно наказуемое деяние, это очень богоугодное дело и вообще необходимое для всего мира, поэтому оно, не должны его по формальному признаку привлекать. То есть, плюс от этого деяния гораздо выше, чем общественная опасность. Вот какая общественная опасность от того, что он рассекретил виланчели Путина, там и все остальное, да никакой. Ну, нет общественной опасности. А плюсов очень много. Да, что-то я тебя перебиваю сегодня целый день, ты уж извини. А как вообще в дальнейшем с ним будут разбираться? Его, получается, в Панаму надо отправлять? Не знаю, я думаю, там это швейцарский, женевский офис, и видно информация вылилась оттуда. То есть, его по швейцарским законам будут... Ну, так он же не в Швейцарии нарушал закон, а в Панаме, я про это говорю. Нет, я думаю, что швейцарский он информацию... Это же, представляешь, Панама, она аккумулирует там сколько, 200 с чем-то или 300 тысяч фирм. Понимаешь, то есть, это один из ручейков. Поэтому он нарушил швейцарские законы, они будут его жесточайшим образом прессовать. Я думаю, что общественность, если вмешается, то они помогут этому человеку. Вот интересную информацию нам присылают, как известный мем «Совпадение, не думаю» от Киселева. Сообщают, что в партии «Воля» зарегистрировали однофамильца Мальцева. Ну, молодцы. А «Воля»-то выдвинулась она на выборы? Да, я понятия не имею, если честно. О, чё? Больше Мальцевых хороших и разных. Так что, вообще, в каждом регионе должен быть свой Мальцев. Почта России начнет доставлять грузы на беспилотников. Слава наркоту соратникам обещала раздавать бесплатно. Это ложь, конечно. Мы говорили относительно наркотиков, что когда возьмём власть, то некоторые преступления, связанные с наркотиками, будут декриминализованы. Раз. А во-вторых, наркоманы будут получать медицинскую помощь наркозависимой. И таким образом не будут в виде наркотиков, конечно, они будут в поликлинике шериальны. Пришёл наркоман, если он желает его шернуть. Да, мы потеряем большое количество наркоманов. Но мы и так их потеряем. По крайней мере, их будут шерять чистым препаратом. И они не будут для того, чтобы шернуться, продавать и вовлекать в эту пирамиду новых людей. Зачем им новые люди, если его на халяву шерять? Ну, приходят ему бесплатно делают уху. Ну, ради бога. Зачем ему деньги? Зачем ему искать наркотики? Продавать наркотики, чтобы самому колоться, а для этого ему нужно вовлекать новых и так далее. То есть, вся эта маркетинговая система тут же рушится и всё. И у нас нет новых вовлечений. А старые потихоньку отходят. И мы избавляемся от этой беды. Собственно, такое же мнение высказали в ООН год назад. Мы это мнение чуть раньше высказали, а не чуть позже. Но у всех одно и то же. Доставлять грузы на беспилотниках. Почта будет. Скоро они будут больных на беспилотниках доставлять в медицине. Мы об этом говорили. И я посмотрю, что тут будет. Почта, конечно, на все руки. Мастер, что там. Какая-то пиаровская такая компания проводится. Пиар-компания такая, что они там и банк, они и беспилотная авиация, и там и всё на свете. И жнец, и ткец, и на дуде, и грец. А почта, на самом деле, помирает. Вот та путинская, которая есть. И в таком виде она существовать не будет. А на деле все торчат в очереди. В каждом отделении. В Роскосмосе назвали стоимость орбитального полёта для туристов. Ну, они 30-40 миллионов долларов заявили. Я сразу Маска вспомнил, который заявляет, что от 100 до 300 тысяч, да, полёт на этом драконе стоит в космос. И здесь 30-40 миллионов долларов. Ну, так, в общем-то... Если они хотят поставить этот бизнес на поток, то у них, наверное, не получится. При таких расценках. Учёные выяснили, что современным подросткам не хватает реальных приключений. Ну, во-первых, всем не хватает приключений. Есть люди, у которых есть приключения. Ну, вот я, например, не дня без приключений, как Апеллес, да, не дня без чёрточки. Ну, не люблю я жизнь такую вот. Как жизнь скучна, когда боренья нет, да, как этот Лермонтов. Люблю я приключения. Есть люди, которые их не любят. И поэтому, вот у нас скучная жизнь. Ну, что же, ну, вы сами можете сделать её нескучной. Так вот, подростки, значит, им задавался один и тот же вопрос, были ли приключения в их жизни. 22% мальчиков ответили, что не происходило подобной ситуации, и 18% девочек ответили. Ну, понимаешь, некоторые вещи, которые я рассматриваю как приключения, например, и другие, люди бы, другие бы сказали, что нет, это не приключение. Это вообще какая-то чума, ужас какой-то. Такая страшность произошла. Поэтому всё зависит от отношения человека к событиям. Да многим и не нужны приключения. Особый, наверное, тип людей, которые любят приключения. Время у нас. Да. Вот в Сочи жители села Верхнее Веселое жалуются на обезьяну. Обезьяна размером кошку, с кошку на них нападает, там всё ворует и так далее. А в Индии обезьяна дерзкое ограбление совершила, и даже вот фотография прошла везде, как она там из кассы ворует. Представляешь, какой кошмар. Так что у нас как в Индии. Представляешь, в Сочи в этом верхнем, верхнем. Так, ещё. Что у нас там? Сейчас посмотрим. А, Ниссан создаст электромобиль, работающий на спирте. Ну, для России это сразу нет. Нет, сразу для России. Представляешь, у нас на спирте будут водители работать, вот как Серёжа. Кто сегодня сказал, что водители будут? А? Валера. Да. Ну, это на самом деле единственная в мире страна, Россия, где, в общем-то, автомобиль на спирте совершенно не нужен, потому что всем будет жалко туда лить спирт. Ну, да. Вот. И спирт здесь намного дороже. Даже не с точки зрения денег, а с точки зрения души, от души отрывают. Кармишин новости прислал, мы договорились, что вот САСовские пилоты забастовку учинили в пятницу, ну, это в Швеции имеется в виду, чтобы мало денег им платят. Не уточнил он, сколько САСовским пилотам платят, ну, думаю, не столько, сколько в Аэрофлоте. Требуют они два с половиной процента, им предложили два с половиной процента, они требуют десять. Десять. Вот. Торг здесь не уместен. Ну, вот. А левая партия Швеции будет бороться за шестичасовой рабочий день. Представляешь, то есть вот считают, что больше человек не должен работать, а то как-то это плохо сказывается на его жизни. Ну, может, они и правы. Готовы мы к шестичасовому рабочему. Я думаю, что вполне готовы. Так, что дальше? Давайте вопрос тогда, что ли? Пишут, что теперь партии будут включать в свои составы людей с фамилией Мальцев, чтобы легально воровать голоса и, в общем-то, в заблуждение вводить избирателей. Ну, не думаю, что так что-то получится у них. Может быть, но это старый способ. Я помню, однажды, когда я шел на выборы в 2002 году не двух, что ли, Мальцевых, а шел, рулили в список. Два Мальцевых был потрясающий, был герой России, который, ну, так как имел поддержку от власти, и он мог отжать у меня какую-то часть голосов, и поэтому я благодаря своему товарищу нашел тоже героя России. Было на округе два героя России, три Мальцевых, это было потрясающе, конечно. Ну, а в принципе иногда это работает, то есть... Да, часто работает. Приходят к какой-нибудь бабушке, например, спрашивают ее, за кого будете голосовать, а она лежит, даже сама писать не может. Буду голосовать за КПРФ, а там их пять, и за какую голосовать? Вот у меня тогда каждый пятый голос взял Мальцев, каждый пятый голос, левый Мальцев вот этот взял каждый пятый голос. Причем он взял псевдоним Настоящий. Знаете, так как Мальцев Настоящий, а я такой игрушечный, я игрушечный, а он настоящий. Истинный Мальцев. Алексей Житков просит поздравить с днем рождения. С днем рождения, Алексей. С днем рождения. Вчера у него был день рождения, Алексей, простите, не прочитали вчера, прочитали сегодня, поэтому так заочно. Горячий, говорил, завтра будет с друзьями. А, да, он пишет, что завтра будет с друзьями, вот поэтому, в общем-то, вы с друзьями, мы вас поздравим. Такой вопрос. А сколько вообще желающих сменить власть, кто не на словах, а на деле осмелится что-то предпринять? Да и вообще, каким образом простые люди смог чего-то добиться? Ну, вы видите, что желающих сменить власть становится все больше и больше, и когда их станет абсолютное большинство, у нас все очень хорошо получится. И тут вот кто-то смеется, что там, ну, тролль какой-то, что там вот люди спрашивают, как это, что будет с Россией и так далее. Ну, знаете, почему спрашивают? Это я для тролля, потому что он навряд ли нас смотрит давно, потому что, как правило, я не ошибаюсь, если я говорю, что так будет, то так оно и случается. это от мамы с папой такой дар, поэтому, я вообще не знаю, не могу это комментировать, я знаю, что это получается, что это работает. Поэтому, поэтому и спрашивают, если бы я их хоть раз обманул, ну, наверное, бы они меня не спрашивали, да? спрашивают, будет ли разрешено лечение ЛСД и марихуаной, от чего они зависимость не вызывают? Ну, да, марихуанная, ЛСД, марихуанная имеется в виду, там, в некоторых странах раковым больным, больным аутизмом, еще кому-то прописывают. Я не знаю, это врачам, если они захотят, посчитают врачи нужным это, и пусть прописывают сколько угодно. У нас нет, так скажем, противодействия этому никакого, не будет с какой стати, а зачем? Если они считают, и это медицинских полезных, это же не лоботомия, вот, и АЛСД, а зачем АЛСД? Да, и циламид лизергиновая кислота, в общем-то, мы знаем, какого она действия, и это глюциноген, каким-то образом расширяет сознание. Если это нужно в научных целях, ну пусть жрут АЛСД сколько хотят. Тимоти Лири, мы бы не стали гонять по всему миру и за его там семь языков Бога. Ну пусть говорит на своем языке Бога, нас это совершенно не волнует. Или там Грофс, это там кто-то. А еще АЛСД жрал, да, тоже. Ну, группами там для того, чтобы с научными целями с какими-то. А так, конечно, в медицинских целях я не слышал, чтобы применялось. А вот шизофрению лечит микродозами ЛСД. Видите, вот это я не знаю, к сожалению. Я не знаю, если это, психиатры, если у нас сульфазином лечат до сих пор, да, то уж ЛСД, я думаю, это мягкое лечение, да, даже шизофреником ЛСД давать, если у нас с сульфазином до сих пор, там, чем хочешь. Вот пишет передолом, там, да. Пишет человек, Вячеслав, вы не правы, вы делаете революцию для тех, кому она выгодна, народу она не выгодна. Казалось бы, обыкновенные сообщения, я бы забанил, даже не посмотрев, но у человека 65 тысяч подписчиков, то есть вряд ли это тролль, видимо, какой-то видеоблогер, мне неизвестно. У него все в порядке, у него 65 тысяч подписчиков и так далее, у него все, и он говорит от имени всего народа, что у него невыгодно. Вот давайте у народа спросим накануне 5-го, 11-го, 17-го года, если большинство народу скажет нет, то я обещаю, что я не буду ничего делать. Вот обещаю. Большинство говорят нет, не нужна революция, но их должно быть абсолютное большинство, вот их должно быть больше 90%, они говорят, нет, не нужна революция. И все, я говорю, все, извините, ребята, я вообще не туда зашел, просто я убежден, что этих людей будет 50 на 50. Вот если 50% скажет, что нужна революция, помилуй бог, мы ее обязательно сделаем. Сколько будет стоить литр бензина после 5-го, 11-го? Я откуда знаю, я думаю, что столько будет стоить, сколько должен стоить в нефтедобывающей стране. Но если Ротенбергов, там всяких Тимченок, Сеченок не будет, представляете, вы уберите долю Тимченка, Ротенберга, и все, и будет сразу бензин, там я не знаю, сколько он будет стоить. Я думаю, что он нисколько не должен стоить, потому что бензин вообще не должен продаваться, как что-то, нечто ненужное, должно быть другое топливо. Не, ну, пока мы с этим живем, еще долгое время будем здесь в России жить с бензином, к сожалению, ну, стоить он будет сколько? Себестоимость плюс 15% прибыли. Сколько это будет там? Я не знаю. Это надо считать. Ну, я не думаю, что это какие-то серьезные деньги, хотя бы, что это 5 рублей. Это даже не 5 рублей. Ну, в общем-то, можете посмотреть на опыт стран, у которых, кстати, нефти нет, да, не нефтедобывающих стран, у которых там, ну, знаем мы эти, да, Гвиния и Бесау, все возможные, у которых там по 15 копеек. Ну, Венесуэла. Венесуэла. Жрать нечего, а бензин стоит копеечку. Туркмения. Туркмения, вот вам, пожалуйста, бывшая страна Советского Союза. Почему же гораздо дешевле? В Саудовской Аравии вообще абсолютная монархия. Бензин меньше 10 рублей сейчас стоит. Мы говорили, что он будет стоить 18, так вот люди приехали оттуда и говорят, нет, ребята, 18 никакие не стоят, меньше 10 рублей стоит. Сколько его там не повышали, все равно 10 рублей он не превысил. Так, что еще, какие вопросы? Как относитесь к современному российскому кинематографу? Да я, честно говоря, особо сильно не смотрю, что я из современного российского кинематографа смотрел вот этот экипаж новый. Ну, как-то, ну, смешанные чувства, конечно. Ну, фильм я посмотрел так с удовольствием, без удовольствия. Ну, были моменты, когда что-то мне не нравилось, что-то нравилось. Ну, в любом случае, в общем-то, достойный фильм вот этот экипаж. Вполне, ну, конечно, там, что-то, фэнтези уже какой-то, ну, посмотрел нормально. Вот, что еще там, какие-то современные фильмы я смотрел. А, вот мне этот фильм понравился, где семья-то, комедия. Семья-то, какая была, который, метеорит упал, и она получила там разные свойства. Мне понравился фильм, я смотрел, отдыхал. Там много, ну, как комедия, очень хорошая, легкая комедия. Еще мне понравился, иногда все не нравится, но комедия ужасная, а момент, вот, один актер, не знаю, как его фамилия, и фильм, не помню, там, летающая тарелка прилетела, и сливают они дерьмо в землю, а потом он с анопланетянами напился, они ему сказали, что земля каюк, и надо тут всем улетать на этой тарелке, он там свинью везет свою на этом, на салазках, чтобы улететь с земли, ну, это гениально просто, вот этот вот, так фильм-то, слабенький, а вот этот вот момент очень мне понравился, я прям счастлив был посмотреть такой. Нет, конечно, российский современный кинематограф ужасен, и если вы хотите, там какие-то предметные вещи, вот я год-два назад, даже уже скоро три, наверное, или сколько, рассказываю про фильм Сталинград, вот, посмотрите, Мальцев о фильме Бондарчука Сталинград, это вот просто, для кинематографа это Сталинград, понимаете, это просто жесть какая-то, ну, такая чушь, и такой чуши, конечно, очень много, особенно этой патриотической чуши, очень много, ну, вот, Легенд номер 17, я смотрел давно уже, ну, неплохо, второй фильм, вот этот, День выборов, второй, второй, тоже неплохо, а? Метро, метро фильм, не видно, Балабанов снимает нормальные фильмы, ну, это, снимал, а? Снимал, да, снимал, да, и эти фильмы я уже к классике отношу, брат, там, брат 2, война, там, что там еще было, спрашивать, смотрел ли ты Гран Торино? Нет, хороший фильм, зачем ты забанил нашего любимого тролля, у нас есть любимый тролль, я его не забанил, я его исключил на 5 минут, а, все, у нас есть любимый тролль, я его жалею уже все время, которое здесь нахожусь, он всегда так на грани фола, я все думаю, вот сейчас немножечко перейдет эту грань, и я его забавлю, а нет, он вот все держится, а Валера взял его и забанил, вероломно, что будет с хрущевками после 5-11? Не, ну, как жилищный фонд, нужно восстанавливать, хрущевки, по большей части, нужно, конечно, сносить, строить новые дома, это однозначно, но, ну, это же не случится вдруг, мы вот пришли, и завтра раз все, никто не живет в хрущевках, все живут в элитном жилье, но вдруг случится, что большое количество элитного жилья, конечно, будет распределено между малоимущими, ну, то, которое будет конфисковано у воров и жуликов, хватит его, чтобы переселить всех из хрущевки, я не знаю, ну, посмотрим, война план покажет, что не хватит, значит, ну, нужно заново все переделать, ну, вы понимаете же, что будет взрыв такой, вот именно, строительной деятельности, представьте, меняется власть, этих мы отправляем, место жительства, мы им находим где-нибудь в Сибири, на Дальнем Востоке, там, на пляжах Колымы, Индигирки, там, небочатый край, там, земли сколько хочешь, там, рой землянку, живи, классно, вот, остается огромное количество жилья, различных дворцов, что только не есть, нет, я не знаю, как вот, там эти, когда приватизировали, они комитет по имуществу создавали, вот, нам придется комитет по конфискованному имуществу создавать, и вот, мы переселяем из этих хрущевок, ну, будем это делать целенаправленно, представляешь, огромные поля этих хрущевок остаются пустыми, их нужно сносить, то есть, это халявная земля, на которой, там, какие-то умняшки могут строить все, что угодно, и там, ну, конечно, мы не дадим этим девелоперам, так развиваться, как они сейчас, но предприниматели от строительства будут нормальные деньги на этом зарабатывать, то есть, им вот сказали, ребят, вот вам земля, сносите, стройте, там, 40% муниципалитету отдайте, и там делаете, что хотите, то есть, строительство, жилья, во-первых, будет, а во-вторых, и нежилое строительство очень большое, то есть, посмотрим, то есть, освобождаются территории, с которых людей мы отселяем, уже, и не только, да, в Москве, там, в Саратове, что такое, потому что, свои воры и жулики, даже в каждой Пырововке, есть кого, там, можно отправить куда-то, да, пишут, ставьте лайки, напоминаю, что, супер бобровый фильм написали, да, да, супер бобровый, очень смешной, напоминаю, что, когда вы ставите лайк, вы поднимаете на стопе ютуба, и больше людей может посмотреть наше видео, поэтому, оторвитесь на секунду, и внесите свой вклад в развитие нашего дела и нашего канала. Мальцев от Вавана работает, внимание отвлекает, пишет, это какое же мы, внимание отвлекает, Мальцев сосредотачивает внимание именно на Ваване, на всей этой братии, и на тех вопрос, когда там говорят, не, я, конечно, вот, сказал бы по-другому, скорее Ваван от нас работает, да, потому что мне сегодня, говорят, говорят, а вот кто главный революционер, кто сделает революцию в России, я говорю, конечно, Путин, если не Путин, то кто, вы понимаете, то, что он делает, это не одному революционеру, не под силу, мы никогда в жизни не смогли сделать, то есть, загнать в жопу всех пенсионеров, разрушить всю экономику России, создать огромный класс голодных, вообще, с голой жопой людей, которые будут здесь все ненавидеть, где бы огромное количество пролетариев наделить различными гаджетами, дав им под бешеные проценты кредиты, сделав их должниками и своими врагами, кто мог еще этого сделать, кроме Путина, это надо патологической жадностью обладать, патологической глупостью обладать, и стремиться к тому, чтобы самому себя похоронить, у любого, кто стоит у власти, есть инстинкт самосхоронения, ощущение, что у Путина его нет, поэтому, конечно, если не он, то кто? Он главный революционер, он все это делает, 90%, 95% работы он делает за нас, нам остается только вот это направлять, все, очень хорошо получается, так что спасибо, Вовочка, это застет, это будет смягчающим обстоятельством, только, наверное, не в трибунале, а в аду уже, какая прелесть, пишут, а каких 7 тысяч долларов в четверг, 16 июня, в начале эфира вы говорили, мы, по-моему, не говорили ни про какие, я вот пытаюсь вспомнить, нет такой цифр, нет такой буквы, миллиард долларов, нет, 7 тысяч долларов, вчера мы вроде как, говорили про какие-то 7 тысяч долларов, вот пишут, что у нас доход канал 7 тысяч долларов, побудьте богу, нисколько не так, не 7 тысяч долларов, мы вроде бы как вчера говорили, по какой-то сумме 7 тысяч долларов, а ты что у нас, побудьте богу, что у нас доход канала 7 тысяч долларов, доход канала, безусловно, не 7 тысяч долларов, если все, 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 все собрать, то я думаю, что вот, если даже все русские деньги, перевести, то, что присылается нам, и так далее то то и половины не будет и половины не будет я вас уверяю поэтому мы знаем все эти доходы кроме всего прочего то что является монетизации очень легко просчитать до кроме всего прочего у нас самый низкий тариф и половина всех этих наших ну программ да они не мыть и не монетизируется потому что в них мы рассказываем про убил и съел ругаемся матом что там еще нельзя делать очень короче короче мы ему делаем все что нельзя и это новости и нельзя в общем-то рассказывать при этом про убиенных там про взрывы про теракты а мы это делаем каждый день поэтому на самый низкий тариф и минимальная монетизация всего если конечно мы как про котиков рассказывали там бегемотиков и у нас был бы столько просмотров но может быть это мы 7000 не получаем не даже даже ну половину может от этих денег может быть чуть больше но и нужно понимать что если бы мы ставили задачу в заработке денег с канал как нас очень часто упрекают да то мы поставили закрытую лицензию да и все те зеркала которые нас транслируют и некоторые из которых собирают больше просмотров чем основной канал но таких немного но тем не менее вот они просто этого делать не смогли и наша аудитория выросла бы наверное я основного канала я имею ввиду выросла бы наверное разом в два точно а то и больше исследовательные доходы наши выросли в 2 и а то и больше но мы этим не занимаемся потому что задача наша не зарабатывать деньги да ну у нас политические цели и правильно сергей говорит что мы могли бы поставить лицензию чтобы никто ничего не мог скачивать а если он скачал и показал то нам денежку бы присылали ну тогда масса людей которые бы не работали на нас они вот мы их не знаем они нас не знают они тем не менее продвигают работают на нас они может быть политики и им пофигу политика да но они профессионалы в продвижении и они хорошо нас продвигает и мы им за это ничего не платим потому что они платят сами себе и в общем то я считаю что это хорошо и правильно и когда меня уверяют что это неправильно то я я вот не я считаю что это правильно пусть зарабатывают это очень хорошо да подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш резервный канал на нашу страницу вконтакте нашу группу вконтакте вступайте и если вы хотите быть волонтером на грядущих выборах ну вообще какое-то участие принять то пишите почту парнассар gmail.com но она в описании есть и собственно все есть в описании в том числе реквизиты да и как-то я так скептически в эфире сказал что сегодня пятница нас мало а вот лайков у нас 4700 давайте всего 300 лайков и мы опять отметку в 5000 преодолеем даже в пятницу это будет очень хорошо до пятницы такой день когда не очень много людей смотрят но однако вот рейтинге у нас хороший кстати да мы вчера на странице вконтакте об этом писали но не все нас читают вконтакте у нас за неполный месяц то есть еще сколько там четыре дня по моему оставалось да у нас рост количества лайков вырос на 17 процентов то есть относительно прошлого месяца на 17 процентов больше лайков стали ставить мы посчитали то очень хорошие показатели и это опять же говорит о том что мы вывод в этом самом информационном мире набираем новые обороты и спасибо вам за это не спрашивают после революции будет очень трудно первое время пишут после первое время наоборот будет очень легко почему потому что будет эйфория будет эйфория и первое время наверное это так сказать ближняя перспектива очень легкая среднесрочной перспективе конечно придется поднатужиться но я не думаю что будет тяжелее чем например теперь голодных в любом случае не будет в любом случае мы будем стремиться дать людям жилье какие-то преференции так далее то есть пойдет некое развитие в любом случае никому будет красть нефти доллара какие-то они будут отдаваться людям значит в виде пенсии там в виде пособий так далее виде зарплат врачам учителям соответственно будет увеличиваться денежная масса везде то есть это будет плюс торговли и так далее естественно сразу займемся финансированием медицины и так далее ну то есть пойдут пойдут реальные деньги не в карману ротенберга а в экономику а что такое деньги это воздух то есть у нас опять про лже науку экономика то есть в основе вот так сказать ладно давай это а то сейчас вот я смотрю уже 48 минут и меня проклянут давай про экономику мы поговорим потом да я могу сказать что формулу форму капитал да по марксу товар деньги товар так вот вот эти вот которые которых я называю лженаучники да они придумали другую форму у них деньги товар деньги понимаешь у них без материального производства они умудряются зарабатывать что является в общем-то пирамидой да еще лучше чем пирамиды а вроде тоже в основе всего лежит материальное производство не деньги которые там нарисовали материальное производство то что можно пощупать сожрать одеть на себя а у них материальное производство и их экономика это абсолютно разные вещи ладно я сейчас разойдусь спасибо что вы нас смотрите храни вас бог вот мне пишут и вас храни бог значит до новой исторической эпохи осталось 504 дня а может быть и меньше а может быть и меньше и надеемся на то что меньше до свидания до свидания удачных выходных